Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, мы продолжаем говорить на тему вера и церковь. И в прошлый раз мы размышляли о том, что нередко бывает в наше время, когда человек соглашается с тем возвещением о Христе, которое провозглашает церковь. Однако не живет церковной жизнью, не участвует в богослужениях и не приступает к таинствам. Вера должна быть в душе, обычно говорят в таких случаях. И вот мы задались вопросом, а верно ли это? Христианская вера – это не только определенное убеждение, это и определенное отношение. И сегодня мне хотелось сфокусировать наше размышление на Евхаристии. Первую Евхаристию, как рассказывают Евангелие, совершил сам Господь Иисус. И с тех пор она совершается во всех храмах по всему миру. Но для нас очень важно, чтобы те, кто совершает ее, получили власть делать это от Господа Иисуса через апостолов. И вот, возвращаясь к аналогии, которая мной уже приводилась в прошлой передаче, мы не можем оборудовать посольство некой страны у себя на дому. Мы должны прийти в посольство, которое действительно представляет некое государство. Поэтому для Церкви важно не только преемство веры, но и то, что называется апостольским преемством. Мы читаем в Новом Завете, читаем, что апостолы через рукоположение поставляли епископов в каждой церкви, а люди, поставленные ими, получали право и обязанность в свою очередь совершать рукоположение дальше. Об этом мы читаем в послании к Титу, в первой главе, пятый стих. Эта непрерывная цепочка рукоположений тянется со времен апостольских до наших дней. И она связывает любого священника в любом православном приходе с Господом и апостолами. И Евхаристию, которая совершается в каждой церкви, с тайной вечери. И наступит день, когда наш Господь вернется во славе. И его царство установится явным образом, но оно уже сейчас пребывает в мире и зовет всех к нему присоединиться. Церковь, как небесное посольство, принимает тех, кто желает принять подданство Господа нашего Иисуса Христа. И вот возникает естественный вопрос, так можно ли верить без церкви? Ну, с одной стороны, мы все живем верой. И даже атеисты верят в то, что Бога нет. И если вера человека не может привести его в церковь, может ли такая вера привести его на небеса? В самом деле, давайте задумаемся, требование креститься и участвовать в Евхаристии вполне выполнимо и внешне совсем не обременительной. И если человек не хочет сделать хотя бы этого, значит, не хочет. Где уж тут говорить о несоизмеримой с этим малым внешним условием громадной внутренней работе, которое необходимо, чтобы вера по-настоящему поселилась в душе, а не на словах. Вера, как ее описывает Новый Завет, проявляется в крещении, Евхаристии и соблюдении заповедей. Почему было не обойтись просто верой в сердце и соблюдением этических заповедей? Мне думается, по ряду причин, одна из которых, только одна, состоит в склонности человека к самообману. Ведь как легко убедить себя в том, что ты, в отличие от других, соблюдаешь заповеди и любишь ближних. И, как ни странно, большинству людей это удается. Нетрудно ведь любить ближнего вообще. Но когда речь заходит о том, чтобы проявить свою веру, человек обнаруживает, что попы, а также многие прихожане ему так неприятны, что он не хочет проводить воскресное утро в их компании. Они толстые и на мерседесах ездят, и, по слухам, табаком водкой торгуют. «Если человек не может ради заповеди Христовой о Евхаристии сие творите в мое воспоминание, если человек не может преодолеть свою неприязнь к людям, причем, как правило, неприязнь заочную, построенную на газетных материалах или на телеграм-каналах, значит, и с верой, и с любовью к ближнему дело обстоит совсем неважно. Господь не требует от всех умереть за Него. Он требует хотя бы дойти до чаши. И если это несложное требование остается невыполненным, то что говорить о большем? Сегодня есть отмазка. Можно заразиться. Мы предлагаем и другую форму участия в Евхаристии по чину литургии апостола Якова в руку. Но есть еще и другая сторона Евхаристии, связанная с ней обещание. На каком основании мы полагаем, что Господь воскресит нас к вечной жизни? Потому что мы были и снова пойдем к причастию. Господь говорит, «Ядущий Мое плодь и пьющий Моя кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Это как подписи печать. Мы принадлежим Ему и питаемся за Его столом. Но значит ли это, что люди, некрещенные или пренебрегающие Евхаристией, лишены Божьих обетований? Слово Божие говорит, что возможно исключение. Церковь знает даже некрещенных святых. Например, некоторые язычники, пораженные исповеданием христианских мучеников, восклицали, «И я христианин», и их тут же убивали, так что они не успевали ни креститься, ни тем более прийти к причастию. Бог может действовать и вне таинств, когда он сам этого хочет и когда нет иной возможности для самого человека. Но Бог не действует там, где от его действия отказываются. Да, он установил определенные обряды, таинства и чинопоследования, в которых мы можем выразить нашу веру, выразить так, чтобы он ее принял. Он так захотел. Не нам ему диктовать свои условия. И если мы не хотим их исполнить, значит, не хотим. Если мы исполняем их, значит, обещание, которое он дал, относится и к нам. Если нет, то нет. Когда мы вступаем в определенные отношения с другими людьми, мы проявляем это в определенных символических действиях. Мы подписываем договора или расписываемся в ЗАГСе. Сами отношения не сводятся к этим внешним или, как мы говорим, обрядовым действиям. Но если мы от этих действий уклоняемся, значит, мы этих отношений не хотим или боимся и обманываем и себя, и других. Что можно сказать? В завершение. Все зависит от нас самих. Господь свое слово сказал. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Пусть так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok